Добрый день! В эфире информационная программа Вести Кабардио-Балкария, в студии Беслан Суидимов и в начале коротка о некоторых темах выпуска. Считанные часы на подачу документов. Сегодня последний день приема заявления на поступление в ВУЗы. С сегодняшнего дня мы приступаем монтировать вентиляцию, канализацию, водопровод. Строительство Лискенской районной больницы продолжается. Целительный смех маленьких пациентов лечит доктор Клоун, обладатель грантами молодежного форума МАШУК. Об исполнении поручения главы государства республиканскими министерствами и ведомствами шла речь сегодня на заседании правительства. В частности, обсудили вопросы, связанные с госимуществом, жилищно-коммунальным хозяйством и нетерпользованием. О том, как исполняются майские указы президента в Кабардио-Балкарии, расскажет наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Премьер-министр Руслан Хасанов обозначил. В повестке дня 15 вопросов. Особый акцент на исполнении поручений главы государства. По вопросу отчитался министр экономического развития КБР Али Мусуков. Его ведомству Владимир Путин адресовал 18 указаний. По состоянию на сегодняшний день выполнено, не снято из контроля 7 поручений. Остальные все поручения, они носят долгосрочный характер. И в основном это касается поручений по реализации майских указов президента Российской Федерации. Поэтому они будут на контроле по 2018 год. Минэкономразвитие просило правительство передать полномочия по исполнению одного из поручений президента Минимушеству. Речь идет о наделении земельными участками многодетных семей. Однако идея не нашла одобрения в правительстве. Руслан Хасанов поддержал точки зрения своего первого зама по захоронению уже выстроенной схемы. Этот указ у нас полностью закреплен за Минстроем, с другими ответственными. И в последнее время у нас вся информация, весь контроль уже проходит через Министерство строительства. Я думаю, что не стоит ломать уже. Вот в последнее время эта схема установилась и результаты есть. Мы вместе с тем проговариваем, что Минимущество параллелит этот вопрос только лишь постольку, что речь идет, как правило, о переводе земельных участков из категории в категорию. Управление по вопросам госслужбы, кадров и местного самоуправления администрации главы КБР предложило на обсуждение документ об очередном повышении квалификации госслужащих республики. Практика существует с 1985 года. В 2014-м предполагается отправить на переподготовку 200 специалистов. На эти цели выделяется более 2 миллионов рублей. Также члены правительства дали согласие на добычу недр в месторождениях Прохладинского района, внесли изменения в республиканскую целевую программу по гармонизации межэтнических отношений и укреплению толерантности, и выслушали информацию о состоянии пожарной безопасности и учреждений с пребыванием детей на территории республики. Президент России Владимир Путин своим указом продлил деятельность фонда ЖКХ до 2018 года. Документом устанавливаются новые требования к программе переселения. Под ее действие подпадают дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года. Кроме того, региональным муниципальным властям теперь придется указывать точные сроки переселения граждан из каждого такого дома, а также прописать объемы долевого финансирования и их обоснования по всем объектам. Несмотря на возросшие требования для регионов, продление сроков действия программы стало хорошей новостью. Только в Кабардино-Балкарии за 5 лет ее реализации капитально отремонтировано 500 многоэтажек, улучшены условия проживания более 65 тысяч человек, расселены 163 аварийных дома. Новые квартиры получили почти 3000 граждан. В нескольких районах республики появились малоэтажные дома, построенные по самым современным строительным технологиям. Тем временем в Кабардино-Балкарии началось формирование другого фонда – капитального ремонта многоквартирных домов. Республиканский парламент соответствующий закон принял в начале июля. Согласно документу, собственники жилья отныне сами будут платить за ремонт многоэтажек. А региональный оператор, его еще предстоит определить или создать, решит, какой дом и когда необходимо отремонтировать. Осман Казаков попытался разобраться, что означает графа на капремонт, появление которой обещают в платежках уже в ближайшее время. Сегодня в Кабардино-Балкарии почти 3500 многоквартирных домов. В аварийном состоянии около 300 зданий. В капитальном ремонте нуждается больше 2000. Новый закон о формировании фонда на ремонт должен способствовать решению проблемы. Размер минимального взноса со стороны жильцов должно установить правительство Кабардино-Балкарии. Фонд капитального ремонта будет состоять из таких составляющих, как обязательные взносы собственников на квартирных домов, также проценты, уплачиваемые жильцами, которые недобросовестно отнеслись к своим обязанностям по уплате. То есть они будут проценты начислять от той суммы, которую они не уплатили. До 1 декабря жильцы многоэтажек должны принять решение о способе формирования фонда. Предоставляется выбор – либо расчетный счет в банке, либо счет регионального оператора. Эту структуру по закону создает правительство региона. В функции регионального оператора входит прежде всего мониторинг и распределение этих средств по необходимости. То бишь региональный оператор будет сам принимать решение, какой непосредственно дом в первую очередь надо провести капитальный ремонт. В перечень работ входит ремонт кровли фасада, инженерных коммуникаций, фундаментов, а также установка пандусов. Критерии, по которым региональным оператор будет отбирать многоэтажки для проведения капитального ремонта, уже известны. Будет браться в расчет износ на квартирного дома, год ввода в эксплуатацию дома, дата проведения последнего капитального ремонта на квартирного дома. Также учитываться будет софинансирование со стороны собственников на квартирного дома, если они изъявили желание вносить плату за проведение капитального ремонта сверх минимального размера. Республиканский закон о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов реализует требования жилищного кодекса России. Граждане, как оказалось, не в восторге от новых правил. Мне кажется несправедливо и не каждый хозяин квартиры согласен будет сдавать какую-то сумму ежемесячную, не зная, будет ли когда-нибудь ремонт в их доме. В течение 20-30 лет капитальный ремонт может не прийти к их дому. Каждый должен сам решать. Если ты хочешь сделать ремонт, ты должен своим подъездом решить и сделать. И чтобы государство пришли к тем людям, которые хотят сделать. Закон принят, но в будущем возможны доработки. Реализацию закона должны обсудить заинтересованные ведомства. Не исключено, что на сцене сессии парламентарии вернутся к рассмотрению документа для внесения поправок. Осман Казаков, Заур Канкулов, Анзорка Широков, Вести Кабардино-Балкария. Продолжаем выпуск. Сегодня день памяти Владимира Высоцкого. Жизнь великого актера, поэта и певца оборвалась 33 года назад. Его творческое наследие – это свыше 600 песен, стихов, 20 ролей в театре и около 30 в кино. Музей Высоцкого в Придбрусе хранит память о съемках фильма «Вертикаль». Лента снималась в далеких 60-х, а после ее показа фразу «Лучший гор могут быть только горы» вспоминает каждый, кто приезжает в нашу республику. Фильмы с участием Высоцкого всегда находят место в современном телеэфире. Самые популярные – «Стрепуха», «Короткие встречи», «Служили два товарища» и, конечно же, место встречи изменить нельзя. Среди российских бардов Высоцкий до сих пор остается немеркнущей звездой. Кому сказать спасибо, что живой написал он в известном стихотворении. Народная любовь к его песням, стихам, драматическим произведениям и киноролям свидетельствует поэт «Жив и сегодня». Сегодня вузы республики завершают прием документов у абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Один человек может претендовать сразу на 15 мест в пяти вузах по трем направлениям в каждом. Реготники же могут подать заявление только в одно высшее учебное заведение в Кабарнеобалкарском университете. В этом году цифры приема на бюджетные условия следующие – всего 800 человек, из них очников 70%. В КБГУ цифры выше – на очную форму 1000 человек, на заочную – 138. Наиболее востребованные направления у абитуриентов – это экономика, менеджмент, юриспруденция, лечебное дело, стоматология. Списки рекомендованных к зачислению появятся уже 27 июля. К этому времени приемные комиссии завершат полную проверку документов, поступающих не исключено, что после этого освободится часть мест. С долгами за границу можно только, если эта сумма не превышает 10 тысяч рублей. В противном случае в дело вступают судебные приставы, выносящие запрет. Таковы требования нового федерального закона, который на днях вступил в силу. Гражданин может стать невыездным в случае неисполнения судебного решения и заявления взыскателя. Должникам относятся не только злостные неплательщики алиментов, хотя их большинство, но и те, у кого есть долги по кредитам, квартплате и штрафам ГИБДД. В Республиканском управлении службы судебных приставов отмечают, уже есть первые результаты. В результате внесения постановления об ограничении выезда более 50 должников по алиментным обязательствам погасили свои долги. И мы считаем, что это довольно эффективная мера на сегодняшний день. Также мы планируем до конца года вынести более 3000 постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. Узнать о задолженности можно в интернете. На сайте Управления службы судебных приставов по КБР размещен банк данных должников. Больницы без табачного дыма. Минздрав Республики запретил курение на территории лечебных учреждений. Приказ об этом подписал министр здравоохранения и курортов Ирмашетова. Напомню, с 1 июня в силу вступил российский антитабачный закон, запрещающий курить в общественных местах. В рамках же приказа республиканского ведомства в государственных лечебных учреждениях в обязательном порядке будут ликвидированы места для курения. Причем не только в помещениях, но и на прилегающих к зданиям территориях. А коснутся антитабачные правила не только пациентов, но и медработников. В селе Анзере продолжается строительство районной больницы. Это будет лечебный комплекс из пяти корпусов. В хирургии, терапии, гинекологии, административные здания уже возведены. Готовые вспомогательные объекты – автономная скважина и котельная. На объекте одновременно трудятся пять бригад. Сейчас идут работы по внутренней отделке. Мы заканчиваем штукатурить. Цокольный этаж у нас в стадии завершения. Также мы приступили к стяжке полов. Собираемся приступить к отделке потолков. С сегодняшнего дня мы приступаем монтировать вентиляцию, канализацию, водопровод, внутреннюю разводку, отопление. В общем, все инженерные сети. Поблизости выделено место под строительство коттеджей для будущих специалистов. В ближайшее время их планируют пригласить из других районов и городов. Сметная стоимость объекта – более 600 миллионов рублей. Уже освоено более половины. Теперь основные затраты будут связаны с закупкой медицинского оборудования. И в продолжение темы медицины. Возможно, скоро во всех детских лечебных учреждениях появятся доктора-клоуны. По крайней мере, на это рассчитывает Александр Толстокоров. Грант, выигранный на молодежном форуме «Машок» помог ему реализовать свой проект частично. Сейчас он в шутовском костюме проводит курсы игротерапии для онкобольных детей. Полностью осуществить серьезную идею комику-энтузиасту мешают финансовые трудности. Как он собирается их решать, выясняла Лила Махова. Работать с детьми клоуны Пин, он же Александр Толстокоров, начал давно. В основном на корпоративах и детских праздниках. Когда волонтеры регионального благотворительного фонда «Выше Радуги» предложили навестить детей в больнице, Александр, не задумываясь, согласился. Однако понял, здесь нужен особый подход. Так обыкновенный клоун решил стать клоуном-доктором. Перенес замысел на бумагу и отправился на форум «Машок». Защитить свое детище оказалось непросто. На пяти станциях специалисты рассматривали проект с особой тщательностью. Требовали доказать актуальность, вовлеченность, а главное – результативность идеи. Написал проект, защитил грант, баллы, средний балл. Ну, как не средний, я считаю, даже очень высокий, 76 баллов где-то получил. Потом получил деньги, закупил костюмы, купил реквизит новый, более подходящий для них. И начал работать вот так уже. Смета была составлена на 176 тысяч рублей. Однако гранта с таким номиналом не было. Получил только 100. Но, как выяснилось, на покупку костюма хватило и этого. Специалистов в области игровой терапии очень мало. Черпать информацию и сейчас приходится по большей части в интернете. А еще Пину помогает его сестра Дарья. Перед детьми она предстает в образе главной героини мультфильма «Маша и Медведь». В роль Маши вживаться несложно. Озорство и веселье ей не занимать. Да и найти общий язык со сверстниками всегда проще. А вот Александр хочет развивать проект больничной клоунады. Пока его сил хватает только на онкологическое отделение. Новый бизнес-план он представит на Машуке-2013. Теперь он собирается потратить грант на приобретение реквизита. В планах мыльное шоу, фокусы и расширение штата. Лейла Махова, Анзор Кошироков, Вести Кабардино-Балкария. И к этому часу вся информация. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Следующий выпуск уже в 17.10. Субтитры создавал DimaTorzok